В республиканском спидцентре решили проблему с нехваткой лекарств для приезжих. А сейчас не граждан Российской Федерации ВИЧ-инфицированных будут лечить за счет средств спонсоров. Это главные новости в студии Равиль Сайганов. Я напоминаю, телефон прямого эфира 5 11 99 66. Звоните и присоединяйтесь к нашему разговору. Также у нас есть группа ВКонтакте, медиаканал Эфир 24. Там вы также можете задавать свои вопросы, писать свои комментарии. В этой группе ВКонтакте мы запустили голосование. Так что голосуйте и звоните к нам в прямой эфир. Гость сегодняшней в студии у нас это Ниас Галиулин, главный врач республиканского центра спидцентра. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Вот о том, как вы нашли все-таки средства для лечения ВИЧ-инфицированных приезжих, иностранцев, которые проживают на территории республики, мы обязательно подробно об этом еще поговорим. Для начала вообще хотелось бы поговорить о такой болезни, как спид. К тому же в это прошедшее воскресенье прошла дата. Все отмечали день памяти умерших от этой болезни. В связи с этим также в вашем республиканском спидцентре прошел день открытых дверей. Вот подробнее об этом расскажите, что у вас там было. Во всем мире каждый 3-й воскресенье мая отмечается день памяти умерших от спида. И в Татарстане это мероприятие тоже ежегодно проводится. И разрабатывается специальный ряд мероприятий, которые проводятся не только в спидцентре, но и во всей республике, которые носят межрежиссный характер. Это как профилактические мероприятия, это увеличение сервиса уже заболевшим. И в центре спид непосредственно у нас был день открытых дверей. Это было в пятницу и в субботу. Она началась расширенной пресс-конференцией. Были привлечены волонтеры с общественных организаций, которые раздавали профилактическую литературу, приглашали на тестирование. Специальные талончики на бесплатное тестирование раздавались. И также люди могли, и не только день открытых дверей, и вообще могут в любое время в спидцентр в рабочее время прийти и сдать анализ анонимно, бесплатно. Ну, тот первый вопрос про мигрантов. Действительно, мы этот проект презентовали в этот день, потому что действительно проблема мигрантов, она есть. Если говорить о том, что вопрос мигрантов, центр спидцентра, вообще республики начали заниматься, тестировать с 1996 года. За этот период практически 150 тысяч мигрантов протестировано, и выявлено среди них 170 людей, которые заражены ВИЧ-инфекцией. Ежегодно... Прошу прощу, перебью. Вот это все тестирование мигрантов, это не за счет средств бюджета идет? Нет, нет. Это проводится на платной основе. И ежегодно мы выявляем 18-20 мигрантов. По законодательству Российской Федерации, мигранты, которые имеют ВИЧ-инфекцию, подлежат депортации. Не всех депортируют. Да, но получается так, что некоторые по каким-то, по тем или иным причинам остаются на территории республики и подвергают риску заражения наших жителей. Проблема еще в том, что среди них есть женщины, которые активно беременеют, рожают, тем самым подвергают своего будущего ребенка риску заражения. Вы это тоже все отслеживаете? Да. Они обращаются к нам, но законодательство не предусмотрено. Поэтому мы нашли... Не предусмотрено их лечение? Да, не предусмотрено их лечение, они должны платно лечиться. Но среди них не все могут оплатить свое лечение, потому что лечение дорогостоящее и обследование дорогостоящее. Поэтому мы нашли партнеров. И вот в течение года будем таким пациентам помогать. Это фонд помощи ВИЧ-инфицированным, который организован на сообщество людей, живущих с ВИЧ-инфекцией на уровне Российской Федерации. Здесь непосредственно нашим партнерным является некоммерческая организация родственников наркозависимых вера. С ними мы сотрудничаем. Вот эти общественные организации, получается, выделили вам средства. Вот в достаточном ли объеме? Они средств в натуральном виде не поступило, это поступает помощь в виде лекарств. И мы сейчас уже составляем список пациентов, мигрантов, которые проживают на территории нашей республики, но, конечно, для этого законно проживают, законно каким-то образом задержались. Вот таких пациентов мы планируем в течение года привлечить. И пока еще список у вас не составлен, то есть количество иммигрантов, которые нуждаются в лечении от ВИЧ-инфекции, пока у вас еще нет этих данных, сколько их? Ну, сегодня у нас вот таких, которые постоянно вынуждены, ну, проживают каким-то, по тем или иным причинам задержались на территории республики, порядка, ну, 20 человек ориентировочно. Вот. И еще 18 человек среди лиц, которые прибыли с Украины. Ну, не всем им показано лечение. Не всем показано лечение. И лечение, потому что назначается при определенных показателях мониторинга крови. Вот. Мы сначала им проведем мониторинг, выявим, кому показано, и только после этого начнем лечить. А вот вы сказали, что должны подвергнуться депортации. Это потому что они больны ВИЧ-инфекцией? Да. Законодательство у нас такое. А вот если здесь они матери рожают, ребенок здоров, мать больная, они тоже должны быть подверганы депортации? Или это уже должны решать? Вы знаете, это решает соответствующий орган. Это не входит в наши компетенции. Наша задача, главное, чтобы предотвратить. Потому что эти женщины, они попадают в наши родильные дома. Значит, им как экстренная помощь оказывается бесплатно, другая медицинская помощь. А именно вот вопрос профилактики, перинатальной профилактики оставался открытым. То есть сейчас мы им можем помочь, чтобы не передавалась инфекция ребенку. Ну и раньше средства находили за счет других поступлений. Именно по жизненным показаниям, ребенка мы не можем оставить без помощи в любом случае. Но вот, получается, произошел какой-то сбой. То есть до этого средства было довольно сложно найти. Сейчас уже эту проблему решили. Нет, сбоя как такового не было. Сбой как-то просто был такой вопрос. Мы его решили пока на год. На год. Дальше каким образом? То есть это какая-то разовая акция? Будем искать спонсоров. Будем работать над этим. Но сейчас вы можете сказать, что на данный момент те ВИЧ-инфицированные иностранцы, о которых вы знаете, которым тоже возможно помочь, им будет оказана помощь всем. Да. Потому что все знают, что лечение пациента, если лечить пациента ВИЧ-инфицированного, становится менее зараженным. Тем самым мы обезопасим наших жителей. Но, конечно, их невостояние тоже поможет. Так, а вот что касается вообще статистики заболевания и иностранцев, и граждан Российской Федерации. В нашей республике, в Казани тоже интересует, что там со статистикой, сколько людей, заболевших. Есть ли какие-то движения, в какую сторону? Увеличивается ли количество их? Ну, вот среди иностранцев, которые к нам в республику приехали, конечно, там в разы больше заболеваемости, чем среди республики, вот именно среди этого контингента. А если в целом по республике говорить, республика относится к регионам с средней пораженностью ВИЧ-инфекции. Значит, у нас ежегодно выявляется порядка тысячи человек, но в соседних территориях, к сожалению, заболеваемость где-то в два, где-то в некоторых три раза, два с половиной раза выше. Но в территории нашей республики в последние годы наблюдается некоторая стабилизация. Мы по прошлому году получили рост более одного процента только, когда по России, вот по последним данным, буквально на прошлой неделе поступили, 12% рост произошел по Российской Федерации. Показатель очень даже хороший. За счет чего это вообще удалось достичь? Вы знаете, это показатель хороший, но он никогда не должен успокаивать. Ну, я думаю, здесь, конечно, повлияла та технология, значит, выявления ВИЧ-инфекции, которая внедрена в республике, уже многие годы работает. У вас особая она? Да, она особая. Мы ежегодно тестируем до 30% населения, и это позволяет выявлять практически 90% ВИЧ-офицированных на ранних стадиях заболевания. И тестирование у нас идет по контингентам, которые нужно тестировать. Мы всегда работаем и всегда какие-то новшества вносим. Здесь очень важно, значит, своевременно и полноценно обследовать группы риска. Значит, есть, стал вопрос, именно с вопросом увеличения рождаемости, чтобы предотвратить заражение, значит, будущих детей. Мы начали сейчас три раза, с учетом того, что тест ВИЧ-инфекции действует всего на три месяца, три раза тестируем беременных женщин. Мы начали тестировать их мужей и половых партнеров. Вот только за два года мы 48 человек, мужей и половых партнеров, выявили с ВИЧ-инфекцией, тем самым предотвратили заражение их жены и будущих детей. Но это ВИЧ-инфекция же у нас сейчас необязательная, я так понимаю, правильно? Ну да, есть контингент, который обязательный, а есть контингент, который необязательный, но он делается на добровольной основе. Есть такой контингент, например, который привозят на свидетельствование наркологическую службу правоохранительными органами, и этим людям мы тоже предлагаем тестироваться. С каждым годом этот процент растет, и тоже вот за последние два года мы так работаем, 44 человека вот среди этих людей выявили. Это наркоманы, среди наркоманов? Я не говорю, что среди наркоманов, но по тем или иным причинам правоохранительные органы их привозят на свидетельствование наркологической службы. Вот одновременно, когда их тестируют на наркотики или на алкоголь, им предлагают добровольно пройти тест на ВИЧ-инфекцию. Затем труднодоступные группы потребителей инъекционных наркотиков. Здесь, конечно, мы не обходимся без помощи общественных организаций. Есть шесть общественных организаций, с которыми мы особенно тесно сотрудничаем. На этой из республики выделяется специальное финансовое средство через Министерство здравоохранения. В позапрошлом году было это 10 миллионов, в прошлом году 7 миллионов и в этом году 8 миллионов. На эти проекты они работают с потребителями, они их мотивируют на сдачу анализов, мотивируют на их небезопасное поведение, чтобы ВИЧ-инфекция среди этого контингента не распространялась. У меня сложилось такое впечатление, что все-таки СПИД – это болезнь, это удела как раз особой группой риска. Наркоманы, может быть, жрицы любви – это не так? То есть сейчас каким образом в основном заражаются люди? К сожалению, после 2005 года где-то вся эта ситуация поменялась. ВИЧ-инфекция широко распространяется на население, мы сегодня не можем говорить, что это только группа риска. Сегодня совершенно неожиданные социальные группы заболевают этим заболеванием, к сожалению. И сегодня произошел, во-первых, сдвиг ВИЧ-инфекции более старшей группой, и произошел сдвиг на половой путь. Даже по прошлому году мы уже 66% половым путем заряжены. Это в прошлом году? Да, в прошлом году. Если раньше, если по общему наблюдению у нас мужчин больше, где-то 66%, остальные – женщины. А вот в половом пути количество женщин и мужчин одинаково. И сегодня хотел бы уважаемым телезрителям порекомендовать, особенно молодым, те, которые задумываются создать семьи, не иметь отношения без средств защиты. Это прежде всего. И перед тем, как пойти в ЗАГС, или же у вас есть намерение создать серьезные отношения, все-таки необходимо узнать свой ВИЧ-статус. Потому что сегодня накопилось когорту людей, которые живут с ВИЧ-инфекцией. И, к сожалению, мы наблюдаем погоду при петерасследованиях. Которые, наверное, даже об этом и не знали. Да, есть, которые не знали. А есть люди, которые знают, но, к сожалению, не предупреждают своих партнеров об этом. Вот мы в нашей группе ВКонтакте запустили голосование, задали вопрос. Сейчас, если появится у нас. Считаете ли вы необходимым сделать анализ крови на ВИЧ-инфекцию обязательным и регулярным? Дали нашим телезрителям три варианта ответа. Да, это позволит вовремя обнаружить болезнь. 75% на это ответили. Нет, это нарушает гражданские права. 6%, почти 7%. И должны обязательно сдавать анализ лишь люди из группы риска. Вы как можете прокомментировать это? То есть вы согласны, что все-таки надо сделать обязательно этот анализ для всех и регулярно? Вы знаете, вот... Ну, меня уже радует то, что 75% говорят, что необходимо тестирование, что понимают, что необходимость. Но я не совсем согласен, что это должно быть обязательно. Это все равно должен быть... Человек должен знать, мы живем в высокообразованном обществе, и, конечно, человек должен сам прийти к этому. И, во-первых... А у вас вообще много, прошу прощения, много людей вообще приходят к вам, допустим, в спеццентр специально, не параллельно с какими-то другими анализами, а специально, чтобы сдать анализ на ВИЧ. Приходят парами, допустим, вот как вы... Вы знаете, вот наша информационная кампания, которую мы проводим, особенно она массированно прошла в прошлом году, потому что были федеральные средства на это. У нас видеоролики, которые мы выпустили, 1800 выпусков было при республике, по различным каналам аудиороликов, 1400 выпусков. И это, конечно, влияет, и люди задумываются, и процент добровольных обследований у нас за последние три года повысился с 16 до 20 процентов. То есть люди задумываются, и хотят приходить... С органами ЗАГС мы в прошлом году начали работать, тоже дали литературу, они тоже с пониманием отнеслись, чтобы молодые люди посмотрели, ознакомились, что им в любое время, пожалуйста, могут прийти. Вообще у нас доступность очень высокая, тестирование. У нас на территориях 26, практически с частными 36 лабораторий работают на тестирование на ВИЧ-инфекцию. Любой человек бесплатно может пройти тестирование анонимно, значит, в государственных медицинских учреждениях по месту жительства. Анонимно может прийти к нам, тоже протестироваться. А также работают и частные лаборатории. И со всеми вот этими лабораториями у нас информационная система связана, и при положительном уже тесте мы сразу узнаем в режиме онлайн. Затем уже эту сыворотку ждем на экспертизу. Сегодня референс лаборатории является только лабораторией спеццентра. Вот не так давно я делал сюжет про наркомана, в связи с этим разговаривал с женщиной-дворником. Она рассказывала, запомнила ее историю, она рассказала, что достаточно большое количество возможных использованных шприцов на территории, где она убирается. И вот рассказала историю, что при уборке двора она как-то случайно укололась иглой от использованного шприца. Сказала, что очень сильно переживала по этому поводу, думала, что заболела ВИЧ-инфекцией. И тем не менее на все эти переживания ни к врачу не ходила, ни анализы не сдавала. Сказала, что никаких симптомов вроде как не обнаружила, поэтому решила, что здорова и начала вести привычный свой образ жизни. В связи с этим у меня два вопроса. Первый, в самом деле, таким образом, возможно ли заразиться этой инфекцией? И второй, есть ли какие-либо симптомы, по которым можно судить, есть у тебя ВИЧ-инфекция или нет, без анализов, без врача? Ну, нужно сказать, что вирус ВИЧ-инфекционного внешней среде неустойчив. И все зависит от того, что количество крови в этом шприце и насколько эта кровь свежая. Такие случаи бывают, люди к нам обращаются. Очень часто бывает в медицинских учреждениях, когда люди, оказывающие врачи, средний медицинский работник, оказывающий помощь, колются или шприцами, или же режущими инструментами. И, конечно, это называется аварийной ситуацией. И в течение 72 часов приходят, и мы можем проводить профилактическое лечение. И, к счастью, таких случаев профессионального заражения, бытового заражения зарегистрировано в Республике не было. А по поводу симптомов? Ну, симптомы, вы знаете, симптомы могут быть, течение оно и бессимптомное, может быть, в стадии, когда может как грипп протекать. Конечно, надежнее всего нужно сдать анализ. И при анализе ИФА-методом может выявляться ВИЧ-инфекция, после, ну, антитела появляются после 3 месяцев, иногда даже после 6-8 месяцев. В любом случае 100% может подтвердить или проверить только анализы. Если есть вопросы по таким, люди некоторые сомневаются, у нас www.infospeed.ru, наш сайт, мы отвечаем на вопросы, нам могут задавать вопросы, мы на все вопросы отвечаем. И там даже можно посмотреть те вопросы, которые есть у людей, которые сомневаются. Ну, у нас есть сейчас звонок в студию, я предлагаю его послушать. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, скажите, пожалуйста, как обезопасить детей, маленьких, допустим, школьников, детсадовских детей? Они же вот маленькие дети, например, хватают, и шприцы хватают, и все что угодно. Как обезопасить нам, семейным людям? Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, во-первых, за 9 месяцев всегда нужно приглядывать, и думаю, здесь мы гуляем специально предусмотрены для этого местах. Но не всегда так получается, честно говоря. Да, но если что-то случается, пожалуйста, мы всегда можете прийти в спеццентр, мы дадим полноценную консультацию. Ну, вот сколько бы ни говорили об этой болезни, различных средствах массовой информации, все равно определенные белые пятна все-таки в голове остаются. Мне кажется, для начала нужно, наверное, разграничить такие вообще понятия, как ВИЧ и СПИД, потому что для некоторых все равно это одно и то же. Вот отличия и... Вы знаете, СПИД – это уже как бы терминальная стадия ВИЧ-инфекции. Вообще вот само заболевание – это вирус, вызывается вирусом иммунодефицита человека, вот, и уже она проходит в разные стадии развития, и когда уже терминальная стадия называется СПИДом, когда уже человеку тяжело помочь, он заболевает, у него сопутствующие другие заболевания тяжелые, вот, и это вот стадия СПИДа называется. Вот у нас, насколько я знаю, в свое время Татарстан входил в число регионов, где как раз вот вакцину, по-моему, пробовали ногу на СПИД. Вот сейчас как обстоят дела с этим? Есть ли какие-нибудь результаты? Да, действительно, мы в прошлом году, в середину прошлого года набрали пациентов. Эти пациенты, они, которые получают АРВТ-терапию, старше 18 лет, 15 человек мы провели данное исследование, сейчас наблюдаем, и наблюдения должны завершиться осенью, осенью этого года. То есть сейчас только все в процессе, пока говорите о результатах, еще рано. Да, ну, результаты первых этапов, которые у разработчиков хорошие, эта вакцина, она лечебная, она позволяет, значит, мобилизовать оставшиеся защитные силы организма, чтобы наборироваться с этой ВИЧ-инфекцией. Надеемся, все будет хорошо. А пока у нас есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, в некоторых странах перед вступлением в брак молодые люди обязаны пройти анализ на ВИЧ. А есть ли в нашем российском законодательстве такой пункт? Спасибо. Спасибо большое. У нас такого пункта нет. Мы этим активно занимаемся, рекомендуем на всех встречах, на профилактических мероприятиях. Если заметили, я сегодня об этом сказал. Есть в одной области, сейчас боюсь ошибиться, это вышло уже с законодательной инициативой, чтобы молодые люди при вступлении в брак, чтобы наряду с заявлением приносили анализ на ВИЧ. Вот такие вопросы есть. Ну вот как считаете, у нас должно быть это так? То есть нужно продвигать эту идею? Вы знаете, я, конечно, сомневаюсь, чтобы это сделать обязательно, да, но мне кажется, конечно, человек, люди, просто нужно сознание людей это вести, чтобы они сами это захотели, сами к этому пришли, потому что ведь это не только преступление в браке, да, эта угроза, она же и дальше будет сопровождать. То есть должны быть знания, и самое главное, одни знания только не помогут. Нужно еще сознание и безопасное поведение. До этого человек, естественно, должен дойти сам. Да, поэтому наша задача в этом, и вот эти образовательные программы, и в школах очень активно вот эти мероприятия проводят. Вот, потому что, ну, уже есть такой мировой опыт, даже люди вроде бы все знают, как передается, что это такое, но какие-то моральные вещи и безопасного поведения не происходят, и продолжают заражаться. Так, ну вот, кратенько, у нас буквально осталось только две минуты. Вернемся к статистике. Вы сказали то, что по сравнению с другими регионами у нас еще более-менее все хорошо, а тем не менее есть специалисты российские, различные академики, российские академии наук, которые там говорят, что если так и дальше будут увеличиваться количество заразившихся людей, через пару лет там чуть ли не вдвое увеличится число ВИЧ-инфицированных. Ну, по крайней мере, вот вы отвечаете за нашу республику. У нас в республике не так плохи дела. Вы знаете, каждая эпидемия и каждое неравномерное развитие ВИЧ-инфекции, она имеет свои причины. Вот в этих причинах на каждой территории, я считаю, надо разбираться и уже фокусно принимать решения. Вот в 2010 году, если помните, у нас была дизморфитная наркомания, и республика одним из первых из регионов России приняла документы о запрете безрецептурного отпуска кодинсодержащих препаратов. И это сразу дало свои результаты, в том числе при выявлении ВИЧ-инфекции у дизморфинов потребителей. Ну, очень сильно надеюсь, что мы и дальше будем идти на опережение. Я благодарю вас, что вы все-таки пришли к нам в студию. Спасибо большое за интересный разговор. Я напоминаю, что в гость в студию у нас сегодня был Нияз Галиуллин. Это главный врач республиканского центра СПИД. Это была программа главной новости. Всего вам самого доброго.